Видимо, вот этот поезд есть. Байкал написано. Иркутско-пассажирский. Ну, значит, он и есть. Уехал. На паром. Классно. Вот это круче, чем всякие эти, как бы, на яхте или что-то. Пароны какие? Да, конечно. Я бы про парон прознала, я прям побежала, сколько пыталась. Я еще, правда, хотела на КПЖД на электричке. А фиг она? Нет, электричка местная есть, в 10 вечера идет. Но мне сказали... Ну, что сказали? Говорят, что проезд собираем. Секретный объект. Секретный объект. Сказали, секретный объект, короче, не хватит сюда. Вот, я все равно не спела. А вот так же? Он хочет. Короче, вот это круглобайкальская, здесь есть на коробе начала. Да, я снимаю. Это девочки. Адарины, которые стоят мутины, девочки. Да, все, я могу приедать на родители. До ближайшей, до ближайшей. До ближайшей. Как городок назвать? А вот дорогой? Да. Кажется, что это уже что-то из области шаманизма. Кто-то рисовал, не поленился. Вот так вот. И вот так вот. Еду в эту сторону. Вот так я и еду. Сложно ехать, но можно. Ай, ай, ай. Такой вид чудесный открывается. Супер. А какие числа, скажешь? Обалденно. Велик мой едет. Упирается, но едет. Где-то лучше по траве проехать. Надо остановиться. А-а-а, мы уже с великом устали. Велик сдох. Я тоже сдохла. Но мы все равно доедем до ближайшего чего? Как это называется? Тоннеля. Или ворота. Не знаю. Что это такое, короче, не знаю. Но мы доедем все равно. Вот речка горная, считай. Да, типичный ландшафт для Алматы. Как будто я не уезжала с Алматы. Но я не в Алма-Ате. Я не в Алма-Ате. Скоро буду около тоннеля. И за мной нет никого. Ха-ха-ха. По ходу пьесы я добралась до ближайшего тоннеля. Вот он он. Вот, вот, вот он, вот, 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 он. Ура! Я уже близко. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Мы молодцы. Я и Велик. Ну вот, дошла я наконец-то. Ура! Ура, 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 ура. Как красиво. Да лучше любого магнитика, поверьте. Какие фотографии. Сейчас еще остановлюсь, фотки сделаю. Ну вот, мой личный пляж на сегодня. Классно спускаюсь. Не знаю, как залезу, правда, обратно, но раз как-то слезла, как говорит мой папа, ты как-то обратно и залезешь. Но это про котов он обычно говорит. Про кошку. Как слезу, так и слезет. Как залез, так и слезет. Загораю в трусах. У нас только тут тепло. И, блин, все равно меня кто-то догнал. Что-то подери. И уже я тут не в одиночестве, так сказать. Но они подальше пошли. Ну и пусть идут. У меня скоро обратно. Мне теперь обратно ехать до того конца, до правого, до причала, до конца этого острова. Мама! Страшно. Все позагораю, еще все до конца и все. Мне полтора часа нужно обратно успеть на паром. Блин, не знаю, полтора часа надо. Все, я успеваю, успеваю, успеваю на паром. Это, видимо, станция для поезда. А, вон идет он, в тоннель заходит поезд. Может быть, не в тоннель заходит поезд, но его видно вон чуть-чуть. Я вижу кусок. Байкал называется. Обычный поезд, по-моему. Не ретро поезд, а обычный поезд. Короче, я везде успела. Еще час. И час мы отправляем. Надо помочить. Ножки не помочь. Руки помыть и лицо. Сейчас ручку помыть. Эй, эй, эй. Только телефон надо не утопить. Еще, мост он. Ой, смотри. Продолжение следует...